Здравствуйте, друзья! Я приветствую всех на своем канале, кто впервые присоединяйтесь. Сегодня предлагаю приготовить отличное горячее блюдо, которое обязательно всем придется по вкусу. Оно украсит любой стол, очень сытное и очень-очень вкусное. Готовиться несложно и из доступных продуктов. Кого заинтересовал этот рецепт, продолжайте смотреть. Для приготовления нам понадобится говядина 700 грамм, я уже нарезала ее на такие кусочки средние, 2 больших морковки, 2 штучки, 3 штучки перчика, можете брать желтый, зеленый, красненький, какой у вас есть, 3 средних луковички, 3 помидорки и 3-4 штуки картофеля. Из специй нам понадобится куркума, чайная ложка, чайная ложка паприки и чайная ложка перец. Ну, конечно, перец уже берите там по вкусу. Соль и понадобится нам еще томатная паста. Мы будем ее разводить с водой, а потом уже впоследствии расскажу. Также понадобится растительное масло. Приступим к приготовлению. В кастрюльку наливаем растительное масло. В раскаленное масло опускаем мясо. Очень часто размешивая, жарим мясо минут 5, пока оно не схватится. Огонь желательно сделать побольше, чтобы оно не протушилось, а вот именно обжарилось. Так, мясо обжарили, солим. Выкладываем приправы. Заливаем водой горячей. Заливаем так, чтобы полностью закрывало мясо. Убавляем огонь. Размешиваем. Еще чуть-чуть дали. Накрываем крышкой и тушим полчаса на среднем огне. Пока тушится мясо, я буду шинковать овощи. Вот довольно такими крупными кубиками я накрошила картофель. Лук, как вам хочется, по-любому. Можно полокольчиками, можно, ну, как вы привыкли. Морковку такими колечками. Перчики тоже не очень мелко. Ну и помидорки тоже вот так вот, как на салатик. Мясо протушилось. В первую очередь отправляем лук. Распределяем его. Далее идет картофель. Картофель тоже нужно распределить. Потом идет морковка. Проделываем все то же самое. Ну и уже в конце болгарский перчик. И уже сверху помидоры. Все делается быстро. Крупненько накрошили. Сверху сложили слоями. Далее берем столовую ложку томатной пасты. Заливаем водой. Полстаканчика где-то. Хорошенько все размешиваем. И заливаем овощи. Посмотрите сколько здесь жидкости. Жидкости есть. Даливать не нужно. Не нужно, чтобы она закрывала овощи полностью. Потому что овощи еще дадут свой сок. Все. Теперь закрываем и тушим еще полчаса. Прошло минут 5. И посмотрите вот сколько уже овощи дали свой сок. Сколько воды. Добавляю еще одну довольно большую ложку масла пхи. С ним получается очень-очень вкусно. Ну и продолжаем тушить. В процессе тушения, если вы видите, воды много, она не уходит. Нужно вот так вот сделать крышку. И чтобы лишняя вода потом более-менее выпарилась. За пару минут до готовности сверху посыпаем любимой вашей зеленью. У меня укроп. Запах стоит обалденный. Накрываем крышкой. Через пару минут будет готово. Накладываем. Картошечка приготовилась. Все мягкое. Ой, какая красота. Обалденный вкус и аромат. Как вы видите, бульончик немножко есть. Еще остался. Вот такое получается мясо с овощами. Выглядит просто великолепно. Очень эстетично. Очень-очень вкусно и ароматно. Обязательно, если вам понравился этот рецепт, поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю отличного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok